Всем привет, друзья! С вами Олег Лейман на канале Найди свой рецепт. И сегодня в нашей рубрике Кушаем и Слушаем будет небольшой обзор вот таких вот свиных ребрышек гриль. Это полуфабрикат Мираторг, компания достаточно известная, часто вижу ее в супермаркетах. И знаете, бывает такое время даже у меня, несмотря на то, что я там рассказываю, что лучше приготовить, дома показываю рецепты, даже у меня бывает время, когда я не хочу готовить и заморачиваться, просто в ламы. И хочется купить какой-то полуфабрикат, желательно, чтобы он был вкусный, да, конечно, и не сильно неполезный, хотя бы так. Что, например, если говорить о вкусе, в моем опыте это бывает очень редко, да, что мне какой-то полуфабрикат может угодить. Я очень хорошо просто чувствую вот эти все специи, маринады, да, степень прожарки мяса, и, как правило, то, что делают на рынке, мне не нравится. Но скажите, зачем покупаешь там? Не теряю надежды, все-таки не теряю надежды, что я найду свой полуфабрикат, который будет мне нравиться, да, и буду его периодически покупать и кушать, когда не хочется готовить. То есть, свиные ребрышки гриль, компания Мираторг, очень эстетичная, красивая упаковка, да, написано, там леное мясо 15 минут и готово. Мясо так красиво нарисовали, кетчуп, помидорка, здесь какой-то листочек, приправки, все, молодцы, нарисовали, сделали классную упаковку, мне захотелось купить. 500 грамм вес, 250 рублей цена, ну, за 250 рублей, что можно, сэндвич, да, какой-нибудь купить, как альтернатива, когда не хочется готовить, ну, можно еще что-то придумать, да, там. Уважаемый покупатель, вы держите в руках уникальный для российского рынка продукт, круто написали, да, громко. Это уже готовый продукт, ребрышки свиные гриль, томленные при температуре 90 градусов более 2 часов, бла-бла-бла, в пикантном маринаде с натуральными специями и травами. За счет того, что мясо готовилось прямо в упаковке, оно получается сочным, ароматным и восхитительно вкусным. И восхитительно вкусным. Интересно, насколько, вот классно, да, вкусно написали, вкусная упаковка, красивая. И хочется, чтобы так же все было вкусно, восхитительно, как они это и расписали. Рекомендации по приготовлению 10-18 минут в микроволновой печи, либо в духовом шкафу. Я буду в духовке греть при температуре 200 градусов от 8 до 18 минут с предварительным разрезом на упаковке. То есть берем, достаем. Достали упаковку, вот так это выглядит, да, внутри. Ну, в смысле, внутри коробки, что находится. Это выглядит вот так вот. Сделали по рекомендации небольшой разрез на упаковке. И отправляем в духовку, она у нас уже разогрета на 200 градусов. Посмотрим, что они нам предлагают, насколько это все вкусно. Друзья, ну что, прошло 20 минут, как раз вот как написано по рекомендации. Верно, 18, да, 18, не 20, если быть точнее. Сейчас будем пробовать, я буду кушать при вас и говорить, что я здесь вижу. Ну вот, как это выглядит, что я здесь чувствую, вернее, да, буду говорить. Запах, если честно, мне очень нравится. То есть я сейчас как раз хочу кушать. Отрезал хлебушка, вот. Так. Вот такая вот упаковочка пластмассовая, которую надо будет снять, да, сверху, естественно. Какой-то бульончик там плавает. Я когда достал из печки, маленько даже разлил, то есть бульончик плавает. Видно, да? Вот. Что бульон. Все очень аппетитно, на самом деле. Выглядит и чувствуется по запаху, да, что все очень аппетитно. То есть желание это покушать есть. Ну что, собственно, попробуем, да? Я думаю, что вообще можно какой-нибудь соус достать, кетчуп или майонез куда-то макать. Можно и не доставать. Все достаточно сочно выглядит. Вкусненько, на самом деле, бесспорно, да? Но если вы меня спросите, Олег, а ты бы купил второй раз это, то здесь однозначно не ответить. Ну, не то чтобы трудно, да, я затрудняюсь в каком смысле. По вкусу у меня мясо и вообще приправ нет вопросов. Очень вкусно все сделано. Соли достаточно, да, ничего не переборщили. Молодцы, все хорошо. Мясо само вкусное. Мне нравится вот этот бульончик, да, что можно хлеб махать. Ну, вы посмотрите, какие здоровые кости. То есть вес вообще вот этой пачки был 500 грамм. Огромные кости, вот, если я вот так покажу. Видно, что мяса, ну, на мой взгляд, мало очень. Я сейчас вот это в одного все, ну, 250 рублей, да, вы скажете, ты бы и гамбургер один съел. Да, я вот это вот съем, один все сейчас. И я думаю, что у меня будет недогон, знаете, ну, в смысле, еще будет хотеться кушать, да. Если я гамбургер хороший съем за эти деньги, то я бы наелся. Не знаю. Вот так вот взял бы я это второй раз или нет, скорее всего, наверное, нет. По вкусу мяса, да, очень круто, повторюсь, да, мяско вкусное. Но его здесь очень мало. В принципе, перекусить, может быть, и купил бы, да, перекусить. Ну, вот именно, чтобы наесться, да, такой едой. Я этим не наемся, когда я голодный. Перекус, да, аппетит сбил маленько. В общем, решайте сами. 250 рублей я вам показал, что внутри по вкусу, на мой взгляд, вкусно. На мой взгляд, хорошо сделано. По цене, стоит оно того или нет, решайте сами уже, да. Возможно, я, если захочу перекусить, возьму, потому что вкусненько так. В принципе, все приготовлено хорошо. С вами был Олег Рейман на канале Найди свой рецепт. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok